Думаю, раньше у звезд не было таких райдеров. Например, Юра Шатунов влюбил в себя всю страну без требований правильно ставить ударение в свои фамилии или свежих ягод за сценой. И вот уже два года нет с нами артиста, песни которого мы знаем наизусть. Как вспоминали Шатунова поклонники, расскажет Алена Богомолова. Ну что, еще раз? Девые розы, белые розы, не рассаживай, не считай. Те самые белые розы вот уже на протяжении двух лет несут к могиле Юрия Шатунова. Никакие звезды мира, вот лично мне, Юру не заменят никогда. Певца не стало 23 июня 2022 года. Но поклонники до сих пор не могут этого осознать. Он для нас уже живой, понимаете? То, что он стоит вот такой вот, как бы в камне, мы его не чувствуем, что в камне, он среди нас. Они называют артиста «Ангелом белых роз». И в честь годовщины смерти Шатунова фан-клубы певца организовали памятные мероприятия. Устроили мотопробег под песни «Кумира». Подняли в небо знамя в память о Юрии. И выложили имя артиста из лампадок. Это мероприятие проходило в одном московском сквере. Именно этой локации фанаты Шатунова просят присвоить его имя. Мы собираем подписи, да. Очень хотим, чтобы здесь был такой сквер имени Юрия Шатунова. Помимо этого фанаты записали обращение к президенту с просьбой присвоить певцу звание заслуженного или народного артиста посмертно. Для того, чтобы... Ну, потому что другие бывают народными, а он действительно настоящий народный. На могилу в годовщину пришли и музыканты, которые работали с Шатуновым. И каждый из них вспоминает, что будто артист предчувствовал свою смерть. Он заходит, потом барасит, давай обнимемся. Что-то обнимались, минуты полторы. Потом, если что, встретимся в следующей жизни. Хорошо. Все. Это было первое февраля. Я, знаете, хочу сказать, что, наверное, все-таки Юра, он это чувствовал, свой уход. Потому что за все 200, больше там, 200 концертов, он только на Подольском концерте подошел, сказал всем спасибо, подошел меня, обнял. И сказал, Игорь, если бы не было тебя, этих концертов бы не было. Он так никогда не делал. Он это сделал именно в единственный раз, в последний раз. Все помнят Шатунова светлым, добрым и талантливым человеком. И то, что его память чтят вот так, тому доказательство. Единственный, кто против подобных событий, это бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Он буквально проклял артистов, которые участвовали в трибют-концерте Шатунова. А сейчас хочет отобрать авторские права у жены Юры на те самые песни, которые поют и фанаты, и вся страна. Спасибо, Юре, за детство. Алена Богомолова, ПРО Новости.